Спрягаем глагол спать. Множественное число – они спят. Мы видим, что личные окончания глагола ударные. В большинстве случаев пишется буква «и». В форме третьего лица множественного числа мы пишем окончание «яд». Это позволяет нам сделать вывод, что глагол спать относится ко второму спряжению. Проспрягаем теперь глагол «пить». Первое лицо – единственное число «я пью», множественное число «мы пьем». Второе лицо – единственное число «ты пьешь», множественное «вы пьете». Третье лицо – единственное число «он пьет», множественное число третьего лица «они пьют». Видим, что окончания ударные. В большинстве случаев пишется буква «й». В форме третьего лица множественного числа пишется окончание «юд». Из этого мы можем сделать вывод, что глагол «пить» – это глагол первого спряжения. Таким образом, спряжение глагола мы с вами можем определить по ударному личному окончанию. А вот если окончание личное безударное, спряжение глагола мы можем определить тогда только по инфинитиву. Итак, начнем со второго спряжения. Ко второму спряжению относятся все глаголы, которые оканчиваются на «ить», например, «строить», «клеить», кроме двух. «Брить» и «стелить» – это глаголы первого спряжения. Далее, ко второму спряжению относятся всего лишь четыре глагола на «ать» – «гнать», «держать», «дышать», «слышать» и семь глаголов на «еть» – «смотреть», «видеть», «ненавидеть», «зависеть», «терпеть», «обидеть», «вертеть». У глагола второго спряжения в безударном личном окончании мы должны будем написать гласную «и» о форме третьего лица множественного числа «ад» или «яд». Если глагол не относится ко второму спряжению, он относится к первому спряжению. Итак, первое спряжение – это глаголы «брить», «стелить», уже вышеназванные, а также к первому спряжению относятся глаголы, которые оканчиваются не на «ить», кроме одиннадцати, о которых тоже уже с вами говорили. У глаголов первого спряжения в безударных личных окончаниях пишется гласное «е», а в форме третьего лица множественного числа пишется окончание «утют». Попробуем разобрать это на примерах. «Мама хлопочет целый день». «Хлопочет». Окончание безударное, не знаем, какую букву писать. Для этого должны будем глагол поставить в инфинитив. «Хлопотать». Глагол оканчивается на «ать». «Не является исключением», «не относится к тем четырем», а мы помним «гнать», «держать», «дышать» и «слышать». Значит, глагол «хлопотать» – это глагол первого спряжения. У глаголов первого спряжения в безударных окончаниях мы должны будем писать букву «е». Ты приклеишь рисунок. Окончание безударное, не знаем, что писать. Ставим глагол «приклеишь» в форму инфинитива. «Приклеить». Глагол оканчивается на «ить». Он относится ко второму спряжению. Значит, в окончании «приклеишь» мы должны будем написать гласную «и». Приклеишь рисунок.